Здравствуйте, дорогие друзья! 6 июля сего года Арбитражный суд Москвы вынес несправедливое решение в отношении Павла Николаевича Грудинина. Теперь он должен миллиард рублей совхозу, предприятию, которое он строил всю жизнь, в которое вложил все, что мог. Тем, кто подавал иск, конечно же, не нужен миллиард. Это успешный рейдерский захват, которому помогло наше так называемое правосудие. И сам нужны акции Грудинина, акции совхоза. Совхоз имени Ленина являлся лучшим в стране. Это было показательное предприятие, показательный совхоз. Нам гордо по телевизору даже показывали и школу, и детский садик. И действительно, таких объектов сегодня наперечет по нашей стране. Такими надо гордиться и этот опыт множить. Но сегодня на наших с вами глазах власть расправляется с Грудинином. И не только с ним. Она расправляется с совхозом. Ей наплевать на людей. Ей наплевать на детей, которые в этом совхозе трудятся, учатся. Пытаясь разорить совхоз, вот так вот размазать по стенке Грудинина, нам с вами показывает власть, что мы для нее ничего не значим. Вот эти люди, которые работают в совхозе, это же платят плоти народ. Это же мы с вами. И вот сегодня нам показывают знать свое место. Павел Николаевич обратился ко всем с просьбой помочь кто чем может. Я свою лепту уже внесла. Все реквизиты в описании к ролику. В конце ролика будет обращение Павла Николаевича. И сейчас, я думаю, как раз тот самый момент, когда каждый из нас может сделать очень хорошее дело. И главное доказать, что мы народ. Не скотонаселение, не толпа, а народ. Что мы можем заступиться за нашего товарища. Что мы не будем отсиживаться по домам. Что вот кого-то из нас обидели, а мы всем миром встали и ответили. Не дадим разорить совхоз имени Ленина. Покажем, что мы можем, способны на ответ, способны на единые действия. Что мы способны на солидарность. Важно сегодня не кто сколько может перечислить. Да хоть 10 рублей, хоть 50. У кого сколько есть. Важно, если у нас еще осталось человеческое, что мы можем делиться тем самым малым, той самой последней крошкой. Делиться. Не все под себя, не все себе. А делиться. Я не знаю Павла Николаевича. Я была в этом совхозе. Я видела, как там все устроено. Как там все по-человечески. Как там чисто. Это оазис в пустыне. Там дети ходят, здороваются с незнакомыми людьми. Говорят, дайте, пожалуйста, можно пройти, проехать на велосипеде. Там заходишь в магазин, тебя приветливо встречают, приветливо провожают. Ты там, как у себя дома. И хочется, чтобы так везде было, по всей стране. И вот сегодня в этом, вот этот дом разоряют. Разоряют тех, кто должен делать везде, чтобы было так. Под громкие слова и лозунги о росте экономики, о том, что нам, мы наконец-то сейчас будем независимыми, сильными. У нас убивают честных тружеников. У нас разоряют лучшее хозяйство. Вот это как? Конституционно? Законно? В 2018 году? Посмотрите, вспомните, какое было масштабное движение снизу. Сколько людей, неорганизованных, не проплаченных, а просто сидели тупо на диванах и ждали момента. И вот этот есть народный кандидат, и вот есть объединение вокруг различных сил, и левых, и национальных, и патриотических. Всех. И вспомните, какая волна. Миллионы, миллионы встали с диванов и начали работать на компанию Грудинина по личному зову сердца. Я была одним из таких партизанов Грудинина. И мы с вами знаем, что результаты, которые нам показали, это не те результаты, как проголосовал наш народ. И сегодня мы можем проголосовать рублем и доказать, кого мы тогда выбирали, и показать, что сейчас мы не дадим раздавить этого человека. Очень многие пишут, ну что мы можем сделать? Вот мы можем. Вот каждый из нас сегодня может сделать хорошее, доброе дело. Не так много людей, готовых пожертвовать всем и ввязаться в драку. Мы не умеем сегодня их поддерживать. Откроешь интернет, одни плевки. Да вот он, да вот он. Да ты сам-то что сделал, чтобы судить? Ты сам-то что организовал? Ты сам-то что построил? Давайте уже ценить тех, кто вступается за нас, кто делает для нас, кто строит для нас, у кого сил хватало выступить и бороться. Этим людям нужна наша поддержка. Даже с дивана не надо слезать. Зашли в интернет и проплатили деньги. И я уверена, что в нашей стране еще найдется очень много людей, которые именно так и поступят. Это наша солидарность. Это наш шанс обрести себя вновь как народ. Спасибо всем, кто помогал и помогает совхозы имени Ленина и Павла Грудинина. 6 июля этого года арбитражный суд Московской области, ну, апелляционная инстанция, к сожалению, приняла абсолютно неправосудное решение. Она решила, что 11 лет назад я якобы нанес ущерб своему родному совхозу, в котором вся моя семья и я работаем всю свою жизнь. И это абсолютно несправедливое решение придется исполнять, потому что оно вступило в законную силу. В решении написано, что я теперь должен родному совхозу около миллиарда рублей, миллиард 66 миллионов. И, конечно, никогда таких денег я не заработаю, у меня их никогда не было, нет и не будет. Поэтому я хочу обратиться к всем жителям нашей страны. Совхоз имени Ленина имеет вековую историю. Это наш дом, это наша жизнь, это то, что связывает нас с нашей землей. я хотел бы попросить вас, чтобы вы помогли нам и перечислили какую угодно сумму денег для того, чтобы коллектив совхоза работал успешно. А мы на эти деньги построим такой же детский парк, который вы видите. Мы сделаем все для того, чтобы дети были счастливы, и он будет абсолютно бесплатный. Мы будем рады видеть всех здесь, но для этого нам нужно помочь сейчас. Давайте вместе соберем этот миллиард и покажем нашей власти, что они нас не сломили, что мы всегда вместе и всегда за то, чтобы на нашей светлой родине было счастье. Построим парк? Да! Субтитры создавал DimaTorzok